Ну, здесь вопрос по поводу вопроса телепатии спрашивают, но я не думаю, что большинство людей задают пока это интересный вопрос, но, так сказать, я, может, если будет оставить в своем шкуре, потом объясню, потому что кое-что я писал в свои книги автобиографии по этому вопросу, и там задал вопрос, почитайте там. А, о, извините, телегония, прошу прощения, телегония, о, а это досущный вопрос, еще как, вот это, наверное, стоит ответить, дело в том, что телегония, это как раз о том, что я начал немножко говорить, о том, что при близости между мужчиной и женщиной, мужчина оставляет отпечаток своей сущности на женщине, и этот отпечаток передается через этот, так сказать, ребенку, и, то есть, что это происходит? Для того, чтобы поднять весь механизм этот, к сожалению, потребуется, вам порекомендую почитать книгу «Случайся разом» первый-второй том, где описываете, читали, да, читаете? Там более подходят, а вопрос не отвечает, я еще не разбираю детали, потому что это планирую дальше разобрать. Дело в том, что мы с вами не только физическое тело, мы думаем, что физическое тело, вот все, что мы с вами есть, но это не совсем так, скажем так. Дело в том, что если брать такой вопрос более широко, то, конечно, трудно дать быстрый ответ сейчас, но я просто хочу сказать следующее. Проводить такой эксперимент, непопытный, что о чем многом говорит, почему я приведу, но с вами станет понятно, когда я скажу. Один ученый решил сфотографировать с помощью специальной камеры Кирлиана семечко лютика, то есть семечко взял, положил на камеру, сделал фотографию. После того, как он получил фотографию, он был очень удивлен. Что он увидел? Он увидел, что семечко прикреплено на фотографию, ее не видно. Так, семечко простое, если там ничего не проросло, но к этому семечку ничего не проросло, прикреплено взрослое растение лютика. Сыриком. И что получается? Вот когда землю бросается в землю, она начинает прорастать, начинает накапливать и создавать синтезировую биомассу. Эта биомасса по мере роста заполняет эту структуру взрослого растения лютика. То есть все схромировано. То есть семечко уже несет не только, не только генетика влияет, но и уже полностью, так называемая сущность растения, есть уже у, допустим, семечко. Человеческая зародыша то же самое. Когда зачатие происходит, в момент зачатия уходит сущность. Механизмы немножко другие, но суть та же самая. Я пока не буду встать и тарик. И как природа создала, чтобы накапывать и переносить качество, соединять будущее поколение к новой качеству, которые накоплены и мужчиной, и женщиной. Это качество закрепляется в генетике, естественно. Потому что каждое изменение, которое мы, каждое действие, которое мы с вами действуем, изменяет наш с вами. То есть новая не генетика. Конечно, это не значит, что мы, что-то сделано, у нас рога, у нас, или поздно растет. Но мы меняемся от каждого действия, которое мы делаем. Зависит от того, какое действие мы делаем. Это первое. Но это генетика. Но в многих изменениях происходит новая сущность, которую генетика никогда не передает. И не может передать по мере, по прямой причине. Каждое это передается. Каждое передается сущностью. А именно через то, что во время близости между мужчиной и женщиной происходит... Мужчина создает отпечаток своей сущности, который приступляется к женщине. И дети, когда идет оформирование сущности, уже эти формируются в условиях, которые впитывают в себя свойства качества как мужчины, так и женщины. И когда плод формируется, когда идет развитие ребенка внутри, он все впитывается в этот плод. И когда рождается ребенок, он еще несет все качества и отца, и матери. Но это по природе. А если человек ведет себя весьма распущенным, то есть не понимая, что это происходит, происходит следующее. При любой близости между мужчиной и женщиной, мужчина ставит отпечаток на них. Почему на мужчине отпечаток на женщину? Ну, женщина тоже ставит отпечаток на мужчине. Но это не влияет на рождение ребенка в будущем. А отца отпечаток на женщины, и потом вот эти отпечатки, если множество партнеров, то вот все накапливается и выдается, так сказать, будущему ребенку. К тому же, многие патологии, они наиболее агрессивны. Болезни, нарушения, наиболее сильно и доминируют. Потому что они доминируют на определенных уровнях. Ну, почему? Более высокое качество, они формируются на более высоких уровнях, которые еще плод должен достигнуть уже после рождения. А именно в момент развития абриона плод будут те уровни, где, так сказать, формируются отпечатки на максимально отрицательных качествах. И поэтому, если женщина имела близость с многими мужчинами, хочет она, не хочет, понимает она, не понимает, она несет в себя отпечатки этих контактов, как я говорю, на уровне, так сказать, плодогенетических и психических заболеваний. И поэтому, когда рождается ребенок, когда формирование плода, это формирование плода происходит и на условиях отпечатка качественных, отрицательных, негативных болезней, патологий и так далее, как я уже говорил, формируется. И это передается, потому что среда, в которой формируется плод, окажется насыщенно отрицательным фактором, если в двух словах говорить. Понимаете, вот это реальность. Нравится кому-то, не нравится, это ничего не меняет. Поэтому девушки должны четко понимать, что наши предки, например, четко это понимали и, допустим, всегда говорят, что отец, допустим, всех детей, женщины, это первый ее мужчина. Потому что действительно максимально отпечаткает тот мужчина, первый, который был женщиной. И они говорят, что отец именно тот, кто был первый. Потому что, и таких, я могу привести десятки фактов, такие телегонии, которые проявлялись именно весьма странным образом, когда, так сказать, не было беременности, но только через несколько лет рождались дети другой расы совершенно, хотя родители одной расы, допустим. Почему? Печаток остался, и у них влияние на уровень генетики, потому что рождается лишь черный. И даже через поколение факты есть. Когда через поколение рождались дети другой расы, у родителей совершенно другой расы. То есть никогда не было ничего, а именно вот такие факты. То есть можно было объяснить. Но важно то, что понимание должно быть четко и ясно, что если женщина, девушка хочет быть матерью, хочет, чтобы ее дети были здоровыми, то она должна быть очень-очень осторожна со своими, так сказать, отношениями, близкими отношениями с мужчинами. И количеством здесь не помогает. А наоборот, только делать все, что лучше. Поэтому, а если парни хотят, чтобы они воспитывали своих детей, то нужно понимать, что если девушка очень опытная, в кавычках, да, такие дела, то она опытная и, в принципе, рождает ребенка не только они вдвоем, но и все остальные, которые участвовали в процессе до этого. И если вы хотите, чтобы ваша имена генетики предалась вашим детям, то девушки должны быть более церемонтными. Хотя я понимаю, что в молодом возрасте, когда гормоны бездушуют, это, так сказать, не очень помогает. Но, понимаете, если раньше социальная среда все-таки настраивала то, чтобы человек относился друг к другу, парень, девушка относился не с точки зрения, как самец-самка, как сейчас происходит, между прочим, а как мужчина, девушка, парень, как нормальный духовный, когда все-таки, несмотря на то, что гормоны играли, люди ввели в действие моральные нормы на другие, это не так уж плохо. Сексуальная свобода ни к чему хорошему не привела, кроме отрицательного. Посмотрите, в Америке дети вырождаются, больные и тому подобное, вот результат сексуальной свободы. Вот это нам пытаются навязать тоже здесь. И, к сожалению, для молодежи, которые еще говорят, что это вперед, психологи, впрочем, говорят. Я был удивлен, когда психолог сделал такой вывод, что секс снимает стресс, а стресс сокращает жизнь. Поэтому, если мы хотим, чтобы продлить жизнь, мы должны снимать стресс, а стресс снимается сексом. Чем больше секса, тем лучше. Неплохо? Это вывод психологов. Вопрос, на кого работают психологи? Они, наверное, работают на тех, на тумировых правительствах, которые заставляют то, чтобы люди превратились в скотину. Кроме животных у них ничего не было. А если учесть, что сейчас начинается сексуальная активность в таком, я на украинском возрасте, что удивляюсь, о чем-то вы говорите, а они же знают про сексу больше, чем мы с вами. Так вот, дело в том, что я всегда говорю так. Вот есть цветок, вот бутон, он еще не раскрылся. Если его насильно раскрыть преждевременно, да, мы увидим, что внутри бутона. Но будет ли цветить такой цветок долго, он тут же завернет. Будет ли благоухание, которое есть у цветка, которое завершено. Поэтому здесь не нужно спешить, потому что всему свое время. Секс в своем время, когда человек созреет, сначала морально и нравственность, когда уже будет, уже разве, а потом, пожалуйста, когда не абы с кем либо попало, а именно должна быть гармония между, в первую очередь, духовной гармонией между мужчиной и женщиной. Любовь, они чисто... В английском языке, вы знаете, нет слова «любовь». У них есть «make love» — то есть сам процесс. У них нет понятия духовной единства между мужчиной и женщиной. А я думаю, что в любом случае, чтобы избежать последствий к нейрогонии, необходимо именно следующее. Чтобы люди понимали, что как бы гормоны не играли внутри, нужно составлять с человеком, составлять с человеком, чтобы не инстинкты контролировать человека, а человек может называться человеком, а не разумным животным, если он контролирует свои инстинкты. А если инстинкт контролирует человека, то он, извините, разумным животным. Так вот, кто хочет быть разумным животным, значит, тут был разговор короткий. А кто хочет быть действительно человеком, должен управлять своими инстинктами. Потому что, особенно в молодом возрасте, вот в подростковом возрасте, потеря потенциала, который выбрасывается на уровень секса, когда начинает заниматься ранним сексом, этот потенциал должен идти на развитие верхнего этажа, головы. Но, к сожалению, кроме развития, извините, нижнего этажа, не происходит. Потенциал 100%. Куда вы потратите, туда и пойдет. Потратить на развитие своего сознания, своего личности, значит, вы поднимете другую. Если потратить на развитие нижнего этажа, то вы так и останетесь на уровне разумных животных. Поэтому все зависит от того, что эти цели ставят человек. Но, если вы действительно, понимаете, человеку нужно дать информацию правдивую, чтобы человек прекрасно знал, что есть правда, а уж потом сам выбирал. Если человек выбирает сам, он понимает последствия того, что он делает. А когда за него это делают, когда навязывают человеку, что вот такие понятники я сказал насчет, что секс спасает, пролевает жизнь. Хотя, это такой абсурд, потому что на процессе теории, в течении всей истории известных, те, кто люди порезали в разраде, которые, извините, сексом занимаются, только занимают, они превращают в стариков и старых. 25-30 лет. Это факт, известный всем. Но об этом молчат. А говорят, стресс снимают. Ну, какой степени стресс снимается? Сейчас вопрос только, какой степени стресс снимается, кем можно, и что за это платится. Так что, такой вопрос. Теперь дальше все еще вопросы. Один вопрос, когда с отсюда теперь будем брать. Так. Ну, здесь вот спрашивается, я уже отвечал в прошлый раз, но вопрос важный.